Я немного волнуюсь, я в первый раз иду на такое высокогорье Но радует одно, что со мной опытный, не побоюсь этого слова, боевой товарищ Итак, друзья, сегодня 27 июля и мы идем на Эльбрус, заходим с севера Были здесь ровно год назад и в прошлом году мы зашли на вершину 16 июля Машину сегодня бросили ниже гораздо, чем это было в прошлый раз В прошлый раз мы могли подняться по асфальту еще выше, то есть это где-то метров 500, может километр Нам придется пройти больше пешком, но здесь такая вполне доступная стояночка 100 рублей в сутки, машина под присмотром, есть даже туалеты Здесь высота 2251 метр показывает и температура час назад была 16 градусов Ну вполне, вполне нормально дышится Выпили по таблеточке аспирина на всякий случай, пьем уже аспирин неделю для разжижения крови В прошлом году, не знаю, что помогло, но помогло, аспирин также пили и зашли В позапрошлом году заходили с юга, а в этом году решили повторить задачи прошлого года И зайти может быть веселее, может быть проще, а может быть тяжелее Рюкзак у меня весит 25-26 килограмм монтировочно В этом году смыло мост и через реку надо переходить Ну вот мир не без добрых людей, переехали через речку На поляне Эммануэля зарегистрировались на посту МЧС Оставили свои контактные данные, контактный телефон И двинулись на аэродром поляна Эммануэля 2560 На аэродром нам подниматься, набирать 300 метров Где-то получится около полутора часов, двух часов ходьбы Хотим сегодня заночевать на аэродроме возле воды Урочище немецкий аэродром 2850 метров Московское время 21 час 45 минут У нас ужин, мы поставили лагерь Высота 2900 метров Август, как настроение, как самочувствие? Я очень устал и хочу спать Вторник, 28 июля Высота 2896 Мы переночевали на немецком аэродроме Поставили палатку неподалеку от ручья Набираем воду Вода течет ледяная, просто леденющая С песком В бурдюке удобно Она отстаивается там И в принципе Вода очень чистая Но песок из-за того, что просто здесь Такое дно Короче история Олегу говорю Не вступи А он все равно вступил И теперь Он делает превентивные меры Чтоб не вступить Я наложу музыку, Август И будет это выглядеть очень-очень мощно Пока не знаю, зачем это все происходит Но Мы просто сели попить чай с сухарями Значит, переночевали Состояние вечером было не очень Поэтому мы решили сегодня еще весь день провести на аэродроме Сделать здесь еще одну ночевку И вот уже к концу вот второго дня Сегодня вторник, 28 июля Я вот чувствую, что у меня уже и пульс более-менее стабилизировался И уже отдышки такой нет То есть состояние гораздо лучше И мы сегодня погуляем здесь, переночуем Сделаем сейчас пробный подъем туда наверх На 3100 метров Там где-то 3100-3200 метров наверху И, собственно говоря, спокойно ночуем И завтра уходим в штурмовый лагерь Пусть загорится свечой Память наших дней Душе моей Душе моей Спрятались от шторма На улице Очень сильно бушует ветер Мы сейчас готовим чай Август нарвал ромашки Ромашка и коготки Сделали вторую ночевку 7.30 утра И мы будем пить чай, готовить кушать И собираться подниматься сегодня на штурмовый лагерь После этого второго утра уже состояние гораздо легче Пульс в состоянии покоя уже 63-64 И уровень кислорода 95 Почти такой же, как в Краснодаре И в августе даже не болит голова Вчера был очень сильный ветер Но это мы уже убрали камни растяжки Мы ее растянули так, что она как барабан Сегодня даже не снились никакие ужастики Потому что позавчера ночью Я разбудил августа От того, что говорю август Кто-то подошел к нашей палатке и стоит Так что были глюки С нами сегодня проснулись соседи Ребята, похоже, тоже собираются на восхождение Одного среднего баллона газа хватает на двоих, на двое суток вполне Два раза готовим горячую пищу И раза три пьем чай Глубокие руки шире Лягте на пол Три-четыре Выполняйте правильно движение Наносить еду в таких металлизированных пакетах Один пакет пустой весит от 7 до 10 грамм Вот такой большой пакет весит всего лишь на все 10 грамм Сюда можно засыпать мясо Четко его с зиплоком закрыть Или, допустим, такой пакет Это тоже непромыкаемый пакет Тут уже другое мясо, там соленое Этот пакетик есть всего лишь там, по-моему, 6 грамм Также точно так же можно сюда засыпать любые каши, которые в коробках продаются Чтобы с собой не тащить И здесь наверняка ничего не рассыпется Ничего никогда не намокнет И все будет всегда целое А их потом можно не выбрасывать А точно так же аккуратненько друг к другу Всего 10 пакетов, это лишние 100 грамм Да, еще, кстати, один лайфхак Август молодец Принес килограмм пастилы, представляете? А это ведро жердела И это Оно очень питательное С кашей, с рисом Да так просто идешь, закинул Все очень вкусно Здрасте Здесь занято Здесь занято? Поставили палатку и закрепились Это все заняло у нас где-то чуть меньше часа Последний штрешок, так сказать Вот этого камня и не хватало Начинается дождь Пошел за водой Вода на месте В этом году на штурмовом лагере Людей меньше Видимо из-за непогоды Говорят, что С восхождением сложно Каждый день плохая погода И очень много Альпинистов уходят Живут несколько дней Ждут погоды и уходят В этом году еще один лайфхак Еще одно приобретение Я несколько лет уже смотрел на бурдюк И все, мне не хватало никак Смелости купить его МСР бурдюк Очень комфортный, очень удобный Сейчас наберу 10 литров воды Ну все, полный Спустя полчаса засыпало все снегом Покупали компрессионные мешки И все равно это Ты уложил еду в Финека Не можешь ты, чтобы не прорекламировать Ну что можно сказать Для третьего дня Это будет у нас третья ночь Мы сегодня Очень бодро сюда зашли И не строим мы никаких Супер планов Все идет как идет Будем внимательно чувствовать свое тело Ну все, пока Четверг, 30 июля День 4 Переночевали Третью ночь провели На штурмовом лагере На 3750 И сегодня идеальная погода Август Я восхищен Я обещал Олегу Идти в штурмовый лагерь Я выполнил свое обещание Да, теперь он говорит Да давай здесь побудем И никуда не пойдем Судя по тишине в лагере Большая часть людей ушла уже Кто-то ночью ушел На восхождение А некоторые группы пошли На акклиматизацию Вот сейчас на горе Человек 7, наверное, на горе сейчас Мы сегодня Ничего глобального не планируем Сейчас Завтракаем Приходим в себя И ближе к обеду По часам к 10, наверное Выйдем недалеко Может быть на 4 тысячи На 4 200 Прогуляемся И посмотрим по состоянию Вчера было очень тяжело Вчера пульс В состоянии покоя был Где-то 88 Перед сном Это много Сейчас проснулся Уже 75 Итак 4560 метров Мы шли Три с половиной часа Вышли в 9 часов 10 минут И со всеми остановочками Набрали по сути 800 метров Я скажу, что я Сегодня На данный момент Чувствую себя Ощущаюсь Чувством Выполненной тренировки Когда задачу поставили И ее выполнил То Нет ничего Лучше Рекорды нам не нужны У нас еще все впереди Поэтому Все хорошо Вода у нас закончилась Почти набрали в бутылку Снега По дороге она растает Мы в принципе Не собираемся Все больше подниматься Для климатизационного выхода Нам достаточно Шли в связке Вдвоем Это очень помогает С учетом того Что даже в принципе Здесь Не так много трещин Но Вот эта вот веревочка Она контролирует Скорость Контролирует Темп движения Эльбрус И с Эльбруса По леднику Течет вода Утром Практически Ничего не было Сейчас Огромная трещина И так Получаются Горные реки Красиво Вода Очень вкусная Сладкая Тут прям Как будто Его кто-то Обрубил Водопрога 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 на палатке лед сегодня 31 июля пятница 630 утра мы собрали лагерь и спускаемся вчера сделали очень абсолютно хороший акклиматизационный выход то есть по всем параметрам все у нас получилось мы поднялись на 4560 чувствовали себя идеально и пульс и дыхание и все было здорово не болела ни голова ничего то есть принципе мы абсолютно были готовы для восхождения но мы приняли решение уехать и вернуться сюда через месяц для того чтобы продлить удовольствие и не ставить точку сейчас спускаемся к машинам идти около 10 километров это примерно четыре часа ну что прошел ровно месяц и мы вернулись штурмовой лагерь для того чтобы зайти на восточную вершину эльбруса 48 часов назад примерно мы приехали на машине поднялись сейчас на высоту 2644 метра на этом танке под руководством вот этого очень отважно человека думал зачем мы купили эту машину в походе на эльбрус восхождение есть два адреналина первый теперь это подъехать к поляне эмануэля это реально страшно когда ты едешь на высоте 2700 метров и дорога фактически которая живет до дождя и после дождя во время дождя наверное тут вообще ничего не происходит тут все стоит просто и нам сейчас нужно будет спуститься и переехать вот эту реку это было страшно взяли две ночевки на урочище немецкий аэродром и сегодня мы поднялись в штурмовый лагерь здесь вообще никого нет все пусто буквально стоит три или четыре палатки наверное вместе с нами мчс уже уехали мы фактически одни и будем заходить на вершину у нас есть очень хитрый зловещий план завтра сделать днем целый день выходной перерыв и в ночь пойти на акклиматизацию то есть не на дневную акклиматизацию как обычно делать выйти в ночь на как на восхождение причем собираться как на восхождение и попробовать дойти туда куда хватит сил либо до вершины вот такой план да да и с нами я августа 30 августа так мы заканчиваем лето лето в дверь постучит зимы время 22 43 31 августа мы решили сделать попытку восхождение которое может стать просто акклиматизационным выходом попробуем сегодня подняться на город погода хорошая плюс 3 градуса состояние хорошее мы готовы и по моему мы единственные кто стартует сейчас 5 20 утра высота 4910 метров мы встретили восход идем дальше на вершину ну как идем отдыхаем пока сегодня мы первый все в порядке ты не похож на человека который не устал все ладно нет вопросов не сдавать таких вопросов а он разгружает суставы не устал совсем подниматься еще семьсот семьсот десять метров время 8 часов 20 минут высота 5 220 до вершины еще 400 метров идти все тяжелее тяжелее мы держимся а ты даже не можешь повернуть а Сделали это на четвертые сутки. Фактически сегодня у нас должен был быть акклиматизационный выход. Но мы решили не останавливаться, двигаться дальше, потому что на 5000 в принципе было все довольно неплохо. Продолжение следует... Собрались и идем к машине. Давайте, парни, хорошей погодой вам. Возвращаемся к машине, проходим немецкий аэродром и очень быстро торопимся, потому что стягиваются тучи, может начаться дождь. Это значит, что мы можем не переехать через реку на машине. Ну что, успеем или не успеем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok